Привет, я Аня и ты на канале Magic Family и сегодня мы впервые идем на прогулку с нашей кисой Алисой. Я подумала, вам будет интересно посмотреть ее реакцию на улицу. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики и мы начинаем. Кстати, собачки все с нами не пойдут, потому что это и так большое событие. Одевать Алиску я не буду, чтобы не создавать ей лишний стресс, потому что в любом случае я ее вынесу на улицу вот в такой вот переносочке, заодно нужно к ней приучаться, она раскладывается, она не такая плоская, а также я надену ей шлейку, к ней тоже придется приучаться, но на всякий случай мало ли что. Но до того, как мы отправимся на прогулку, я хочу сказать вам, ребята, кое-что важное и даже новогоднее. Я уже говорила на своем личном канале, но вы, скорее всего, не видели, потому что зрители везде разные, что я открыла для себя такую крутую штуку, как Пандао. Короче, я думаю, наверняка многие из вас заказывают одежду в интернете, ну и вообще скоро как бы Новый год, нужно нарядиться или кому-нибудь подарочек подобрать. Так вот, Пандао реально классная тема для этого. Там очень дешевые цены и при этом огромный выбор самой разной одежды. В общем, если вы прямо сейчас устанавливаете приложение, то вы получите 200 баллов в подарок. А если вы еще используете мой промокод, вот этот вот, youany, то вы получите еще 300 баллов. Итого 500 бонусных баллов. Так что, как только досмотрите нашу эпичную, я думаю, прогулочку, скачивайте Пандао по моей ссылочке внизу в описании, применяйте мой промокод и делайте покупочки на Новый год. И, кстати, да, как я и говорила, вы можете что-нибудь купить, прислать мне, я вам реально подпишу, ну, с каким-нибудь поздравлением, и отправлю обратно. Я серьезно, если что. Ну и пойдемте гулять. Стоп, я забыла вас предупредить еще, ребята, что 9 числа там будет мега распродажа, так что успейте закупиться. Так, я собрала нашу волшебную переносочку, сейчас посмотрим, заинтересуется ли ей Алиска, может быть, она даже сама зайдет и не будет так паниковать. Но к переноске приучаться нам нужно, ведь мы много где бываем, постоянно куда-нибудь ездим, и я не хочу, чтобы Алиска была без нас. Алиска уже потихоньку начинает нервничать и хочет вылезти из переноски. Юмичу тут ее поддерживает, ее лучшая подруга. Ну, непонятно, она то ли там играет, то ли она хочет выйти. Пока не кричит, не мяукает громко и в истерику не впадает. Нет, все-таки замкнутое пространство Алиске явно не нравится, и она хочет выйти. Все, Алис, сейчас я тебя выпущу. Для любого животного какие-то новые события, это все-таки небольшой стресс, и при учении всегда нужно начинать с самых маленьких, коротеньких минут. Я называю это как закон одной минуты. Одну минуту посидели в переносочке и открыли дверь, все. Начинайте реально с одной минуты в день, и каждый день увеличивайте время. Юми пошла понюхать, что же там такое. И через месяц буквально животное уже привыкнет. Точно так же, как и собаку, кошку к шлейке нужно приучать. И у Алиски сегодня будет такой вот первый опыт. Мы сейчас оденем ей шлейку. Да, Алиса не будет нервничать. Алиса будет вести себя хорошо. Давай, лапки. Так, видишь, как Юмичу тебя поддерживает. Можно дома даже одевать на какое-то время. Если вы действительно хотите приучить кошку к шлейке, одевайте ее дома. И давайте ей в ней ходить. Не только на прогулку. Первое время именно, когда вы ее приучаете. Ну что, Алис, тебе нравится в шлейке? Ты хочешь играть со своим поводком? Что ты там делаешь, а? Юмичу. Алиска пока легла и не особо передвигается. Попробуем ее отвлечь. Это тоже хороший способ от переживаний. Игрушкой. Да, Алиска, смотри, игрушка. Ну, Мичу, может ты дашь Алисе поиграть? Отвлекаемся от переживаний. Отвлекаемся. Вот так, да. Ставьте лайк, ребята, если вы хотите еще больше таких роликов. Веселых, реакций и прогулок. И обязательно пишите внизу в комментариях, про кого и какой ролик вы хотите. Пока игрушка отвлекает Алису, закрепим ей поводочек на шлейку. И оставим так. Все? Играй. Играй. Заходи в домик. Вот, давай. Давай. Алиска, тебе вкусняшку. За то, что ты и в шлейке, и в домике. Да. Держи. Все, закрываемся. Прощайтесь. Мы пошли гулять. Что-то я не ожидала, ребят, что оказывается такая погода. У нас снег идет на улице, очень сильный. Ну, давайте хотя бы прям пару секунд. Все-таки кошки, большинство кошек у нас, у знакомых, гуляют на улице. И для этого их даже никто не одевает. Давайте посмотрим. Хотела сделать фоточку в инстаграм. Пока такой снежок красивый. Но забыла телефон дома. Вы, кстати, кто еще там не подписан на наш инстаграм, подписывайтесь. Ну что, Алис, давай выходи. Пойдем гулять. Пойдем. Так, она там запуталась немножко в своей шлеечке. Ай. Сначала покажем ей просто возможности, что все вокруг. Не будем ее вытаскивать силком никак, конечно, ни в коем случае. Просто посмотрим. Тепло сегодня на улице? Не холодно, Алис? Так. Мне кажется, она там все... Ай. Увидела человека. Алис, смотри. Смотри, Алис, игрушечка твоя. Алиска не хочет выходить из своего домика. Там ей тепло. В принципе, температура хорошая. То есть сейчас тепло на улице. Снежочек немножко, правда, идет. Но Алиска никак не хочет вообще выбираться из домика. Алис, давай. Пойдем. Я думаю, нужно подождать немножко времени и посмотреть. Алиска вышла. Вышла и пошла вокруг своего домика. Обнюхивать все. Да, Алиса. Алиса, какая ты молодец. Какая ты смелая. Алиска. Все, все. Больше нет. Все. Вообще, это нормальная реакция любой кошки на улицу, на шлейку, на переноску. И ничего удивительного нет. Но у меня, например, есть цель. Есть такие исключения, что если вы хотите действительно из своей кошки сделать такую, как бы у нас просто собачья семья. И я очень активная. Я хочу, чтобы Алиса ездила в машине. Носилась легко в переноске. Носилась. В общем, была такой же активной, как и собаки. И вот это как раз тот случай, когда нужно кошку брать везде с собой, приучать к улице, приучать к шлейке, что-то делать. Если же вам это все не надо, то лучше кошку не трогать, не дергать и оставить ее в покое. Но как раз у Алисы такой возраст, когда она все это может воспринять с меньшим стрессом, чем если бы она была взрослой кошкой. То есть если кошке уже много лет, и она все время провела дома, то, конечно, ей лучше уже ее не трогать. Но Алиса еще маленькая, и как раз тот самый момент, когда можно ко всему ее приучить, и в итоге сделать ее кошкой-путешественницей. Как и все мои собаки. Вы, наверное, подумали, что у меня за фон такой. Просто я нахожусь прямо рядом со своим подъездом, чтобы далеко от дома никуда не уходить. И тем более вот там в большей части именно ветерок, а здесь как бы такой закуток. И для Алисы, я думаю, этого достаточно для первого раза. Вообще считается, что одно из различий кошек и собак в том, что собака привязывается именно к человеку, а кошка к дому, к месту, в котором она живет. Это, конечно, ни в коем случае не означает, что она не любит своего хозяина. Но вот если, например, вам нужно очень уехать, и вы не можете свою кошку взять с собой, то лучше, если она именно останется дома. И к ней кто-то будет приходить, кормить ее, там, убирать за ней, чем если вы ее отдадите кому-то. И есть даже случаи, реальные истории у моих знакомых, что кошку просто приводили в другой дом, и она не ела, не ходила в туалет, не пила и вообще ничего не делала. Просто там сидела в углу. То есть для кошки это реально гораздо больший стресс поменять место, чем для той же собаки. Давай, выходи. Скажи, конечно, и шлейка, и то, и сё, но ты должна приучаться именно на шлеечке ходить. А то же мало ли что. Алиска, выходи из домика, на улице тепло. То есть, по сути, с сегодняшнего дня у нас начинается этап социализации полной Алисиной и приучение ко всему вообще миру внешнему. А также тот же поводочек и шлейку мы будем, как я вам рассказывала, способ щеночка приучать. Мы будем дома просто одевать и отвлекаться игрушками, жить обычной жизнью, и в конце концов она просто-напросто привыкнет. И, конечно, не забывать хвалить тоже кошку можно лакомствами. Это тоже, по сути, как и собаки, если она делает что-то правильно. Вот сейчас лакомства Алиске пока она и сама не берет, ну и сдавать не за что. Вот когда она залезла в домик, я ей дала вкусняшку. Давай, Алиска, выходите дома уже, да? Дома! Так, девочки, давай, раз! Всё! Всё! Всё, лапку одну дай достану. Вот так! Сейчас надо вытереться от снежка. Всё, Алиска дома! Сейчас игрой снимем стресс, и Алиска забудет обо всём, что было. Ну и она всё, не будет уже даже переживать, да? О том, что было, что было. Алиска играет, и у неё уже поднялось опять настроение. Да, кисявка. В общем, киса Алиса в переноске, в шлейке, погулявший первый раз в жизни на улице, отправляется домой. А вы подписывайтесь на наш канал, на все остальные каналы, ссылочки в описании, там на новые ролики на всех каналах. И увидимся скоро в новых видео!